Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать разные сиропы. Разные рецепты, разные сиропы. Короче, будет очень интересно и очень познавательно. Если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь. Меня вас всех очень сильно рад видеть. И мы начинаем. Сиропы это очень важная и неотъемлемая часть коктейлей. Собственно, если вы делаете коктейли, то вы и сами это прекрасно знаете. И вот, скажем так, существует некий базовый набор сиропов, которые желательно бы иметь у себя в баре. Я не говорю про что-то суперсложное. Я говорю именно про что-то вот такое фундаментальное. И сегодня мы с вами приготовим три сиропа. Первый это ананасовый сироп, второй это имбирный сироп и третий это миндальный сироп или аршат. Все три сиропа активно используются в теги-коктейлях. Ну и не только, в других коктейлях они тоже весьма популярны. И сегодняшнее видео будет не просто готовка, а еще и, скажем так, с элементами экспериментов. Потому что что ананасовый, что имбирный сироп я приготовил, скажем так, двумя разными техниками. Поэтому в конце видео еще и будет сравнение, что лучше, что хуже и какие плюсы-минусы, и вообще стоит ли заморачиваться. Первый метод, которым мы будем делать наш ананасовый сироп, это метод высасывания. Я знаю, что это нифига не научно, но, собственно, я и не ученый. Короче, объясню весьма просто. Сахар имеет такое свойство, как вытягивать жидкость. То есть, если вы возьмете какой-либо фрукт и засыпете, нарежете его, и засыпете этот фрукт сахаром, то сахар начнет вытягивать соки из этого фрукта. То есть, есть техника такая, которая называется oleosacrum, если я правильно произношу. Там немножко по-другому все это работает, потому что, короче, мы о ней потом позже поговорим, потому что мы в следующих видео тоже будем делать oleosacrum, и там это все попытаюсь поподробнее объяснить. Но остановимся на методе высасывания. Короче, сахар высасывает жидкости из фруктов. И вообще сахар высасывает жидкости. Соответственно, когда вы помещаете сахар вместе с каким-то нарезанным фруктом, он потихоньку вытягивает сок, и тем самым превращается в сироп. Так вот, именно этим методом высасывания мы и будем делать сегодня что ананасовый, что имбирный сироп. Но не только. Будет еще и второй метод, о котором попозже немножко поговорим. Для первого рецепта нам понадобится целый ананас, но использовать мы будем только кожуру. Соответственно, нам нужно отрезать верхнюю часть и очистить наш ананас. Далее ту самую кожуру нам нужно также еще нарезать на более мелкие составляющие. Убираем все в отдельную тарелочку. Сам ананас также нарезаем, потому что у нас еще есть сердцевина, которую также особо никто не ест, но при этом она нам понадобится в сиропе. Теперь обестарим, взвесим и у нас получается 440 грамм ананаса, на что я добавлю 400 грамм сахара. Ананас я обычно разминаю немножко, потому что так он быстрее выделит соки. Теперь все убираем в пластиковый зип-пакет. Так удобнее, мне так больше нравится. Вы можете, естественно, оставить прямо в тарелке, но я считаю, что удобнее, когда все это хранится отдельно в пакетике. А это бюджетная версия вакууматора. Просто вставляем трубочку и удаляем воздух из пакета. Так, по идее, быстрее должно произойти смешивание. И теперь оставляем все это при комнатной температуре на 48 часов. Основная идея этого рецепта заключается в том, что вес сахара не должен превышать вес фрукта. Дополнительно можно выдавить остатки сока из корок, и после чего мы процеживаем наш сироп через сито. Не забывайте о том, что сахар, оставшийся на дне, также нужно переместить к нашему сиропу. После чего мы должны растворить сахар, не доводя сироп до кипения. И на этом как бы все. Красивая бутылочка. Переливаем наш сироп в бутылку. И вуаля! Ананасовый сироп методом высасывания к вашим услугам. Небольшое уточнение. Да, этот сироп весьма концентрированный. Сладкий. Если вам кажется он слишком сладким, то вы можете добавить воды. 50-100 миллилитров, то есть регулируя сладость. Но мне кажется, если разбавлять водой, то теряется именно вкус. Так как сироп сделан из корок, а не из сока. И, то есть, если вы делаете из сока, то там вот именно сладость самого ананасового сока она еще добавляет. Поэтому, короче, на ваше усмотрение. Мне кажется, что именно в таком виде он прекрасно работает в коктейлях. Второй же метод будет суперпростой, максимально быстрый и максимально понятный. 150 грамм сахара и 150 миллилитров ананасового сока, свежевыжатого. Включаем нагрев. И также основная задача – это растворить сахар в соке, не доводя его до кипения. Как только сахар растворился полностью, мы можем снимать наш сироп с плиты и переливать его спокойно в красивую бутылку. Вот и все. Супербыстро и суперпуперпросто. Переходим к имбирному сиропу. И первая его версия будет сделана также с помощью метода высасывания. Возьмем корень имбиря и впоследствии нарежем его на вот такие вот небольшие полоски, на небольшие фрагменты. Фишка заключается в том, что чистить имбирь не нужно. В рецепт идет он вот прям как есть. По итогу мы имеем 230 грамм имбиря, которым нужно добавить 200 грамм сахара. И точно так же берем зип-пакет и помещаем в него наш имбирь и сахар. Я слегка пожамкую, скажем так, имбирь с сахаром только для того, чтобы сахар полностью покрыл имбирь. Воспользуемся услугами бюджетного вакууматора, после чего оставим наш пакетик на 48 часов при комнатной температуре. Теперь нам остается только процедить наш сироп и перелить его в бутылку. В отличие от ананасовых корок, имбирь начинает выделять сок очень быстро, поэтому вы можете наблюдать появление сиропа уже спустя какой-то короткий промежуток времени. Вторая версия имбирного сиропа будет просто молниеносная по сравнению с первой, но не такая простая, как вторая версия ананасового сиропа. На самом деле это, наверное, один из самых эффективных и быстрых способов сделать имбирный сироп. Я этот рецепт нашел на канале Educate Barfly. Barfly нашел это или взял это у Джеффа Маргенталера, а Джефф Маргенталер вроде как еще у кого-то это все немножко поджал. Короче, это вообще такая справочка. Переходим к созданию второй версии имбирного сиропа. В блендер отправляем 120 грамм имбиря, 120 грамм сахара и 120 миллилитров горячей воды. Все получается в равных частях. Теперь нам нужно все хорошенечко перебить в блендере, чтобы разбился полностью имбирь и растворился сахар. Из-за того, что сейчас в сиропе содержится очень много мякоти имбиря, нам нужно процедить его через марлю. Кстати, так как я делаю сегодня все это небольшими порциями, то все более удобные граммовки я оставлю в описании к видео. И в целом на этом все. Вот такой вот моментальный, очень быстрый рецепт имбирного сиропа. Пахнет вторая версия имбирного сиропа очень-очень имбирно, ну потому что там перебитый имбирный сок и запах весьма интенсивный. Но, собственно, по вкусу мы сравним, что лучше, а что хуже. Ну и последний сегодня, но не менее важный, это миндальный сироп или аршат. Аршат, я думаю, можно смело назвать символом тики-коктейлей, потому что он используется в огромном количестве тики-коктейлей, ну и, конечно, не только. В целом рецепт абсолютно простой, главное иметь ингредиенты под рукой, которые, как мне кажется, тоже довольно-таки просто заказать онлайн. Поэтому переходим к приготовлению, к созданию чего? Аршада миндального сиропа. В сотейник отправляем 200 грамм сахара, а также 160 миллилитров миндального молока без добавления сахара. Теперь нужно растворить сахар в миндальном молоке, не доводя его до кипения. После того, как мы убрали сироп с нагрева, мы добавляем 2 дэша воды из цветков апельсина, 1 дэш розовой воды и пару дэшей миндального экстракта. Почему пару дэшей? Да потому что экстракты тоже бывают разные, и, соответственно, приходится корректировать иногда уже на ходу именно вот количество этого миндального вкуса. Как я уже говорил, рецепт весьма простой. Главное иметь в наличии вот эти самые ингредиенты, которые, в свою очередь, весьма легко найти онлайн. Ну и, в общем-то, и все. Наш Аршад готов. Вкуснейший миндальный сироп. Цветовая палитра сегодня, конечно, не шибко разнообразная. Я бы сказал, даже такая уныленькая, грустненькая. Но, тем не менее, мы-то собрались не ради этих вот хохотушек и цветулек разноцветных. Хотя, может, кто-то и ради цветулек разноцветных. Ну, короче, эти сиропы, они действительно очень-очень важны, и с ними можно сделать огромное количество вкуснейших коктейлей. Аршад я пробовать не буду по одной простой причине. Ну, во-первых, я уже пробовал. А, во-вторых, сравнивать его с покупными смысла не вижу. Потому что вам смело заявляю, что домашний Аршад, не то чтобы вкуснее, он намного натуральнее, чем те, что продаются. Может быть, из-за того, что добавляются какие-то консерванты. А может из-за того, что в покупные бузолят очень-очень много миндального этого экстракта. И вкус получается неестественно очень миндальным. Как будто вы прям выкрутили тут миндальность на максимум. Кстати, если вы хотите сильно заморочиться, то вы можете сделать и прям из миндаля. То есть, там, перебить миндаль, сделать миндальное молоко. Но это несколько дольше и более заморочно. Потом тоже что-то надо будет делать с этим жмыхом. Ну, кто-то может, конечно, печеньки сделать и еще что-нибудь. Но не суть. Мне кажется, что купить хорошее миндальное молоко и сделать на Маршад гораздо-гораздо проще. Остаются вот эти вот ребята. Соответственно, Джефф Моргентайлер. Димон Калинтос. Димон Калинтос. Димон Калинтос. Короче, зачем я вообще начал? Такое ощущение, как будто все рецепты прям все разные. Нет, я три сделал. Это только вот этот. Да и этот я сделал. Господи боже мой. Короче. У нас есть два амбирных и два ананасовых сиропа. Соответственно, нам нужно продегустировать и понять, что лучше, что стоит готовить. Потому что вот у меня очень-очень большие ставки на этот. Мне кажется, если сравнить их в лоб, то, скорее всего, вот этот вот намного четче. Но это не факт. Мы можем... Я могу и ошибаться. Люди могут ошибаться. Поэтому... Да поэтому, все, переходим к дегустации. Сейчас я возьму рюмочки, разольем и все попробуем. И все выясним. Так-с. Очистим рецепторы. Начнемте давайте с вот этого имбирного сиропа. Запах имбиря явно присутствует. Он не бьет резко в нос. Он такой мягкий, приятный, имбирный запах. На вкус это тоже очень классно. Это не так, что прям остро, что у вас сковывает горло. Но вы при этом чувствуете отлично. Вот этот имбирный вкус. Он так слегка обволакивает горло. Короче, я этим сиропом абсолютно доволен. И тем, как он работает в коктейлях. Он не перебивает другие ингредиенты. И при этом дает вот эту классную, прикольную имбирность. В общем, этот сироп мне явно нравится. Ну а теперь сравним с этой вот концентрированной, страшно выглядящей штукой. Здесь запах явно намного прям интенсивнее. Чувствуется он сильнее. Ни хрена себе! Это очень имбирно. Это прям сильно имбирно. Это прям, блин, я даже не знаю. С одной стороны, от имбирного сиропа ты ждешь имбирности. С другой стороны, насколько типа это в коктейле все не перевел. Хотя, я думаю, допустим, если с ним делать пенициллин, то в пенициллине он сработает очень клево. Сделать, разделить типа мед и вот этот вот сироп. И попробовать сделать. Потому что я люблю, когда пенициллин, скажем так, более остренький. Более имбирный, чем он может быть, не знаю, с другими сиропами. Короче, да. Это клево. Это имеет место быть. Но единственное, я думаю, что если его добавлять... Короче, нужно быть очень осторожным с пропорциями. Он легко может перебить другие ингредиенты. Но это клево. И это очень быстро. И вы не тратите кучу дней на то, чтобы сделать. То есть, это приближенно, знаете, к чему? К тому, если вы возьмете прям, нарежете имбирь и раздавите его на дне шейкера. И потом поверх добавите остальные компоненты. И вот это примерно так же. Прям мощно. Прям мощно получается. Короче, тоже клево. Советую. В целом, вот этот вот, он такой прям нежненький, нежненький. Говорю, очень... Ну, наверное, не то, что даже нейтральный, но прям такой мягкий. Здесь прям, блин, бьет вообще сразу. Ох! Ох-хо-хо! Я думаю... Ох-хо-хо! Его от простуды можно пить, типа в чай добавлять. Это жестко. Но это клево. Я с ним попробую что-нибудь точно сделать. Обязательно. Ох! Блин, нет, после такого точно нужно воды выпить, потому что он очень концентрированный. Короче, оба сиропа клевые. Я думаю, что в целом имеет место быть. Но судить вам обязательно попробуйте. И если попробуете, отпишите, что вы думаете. Какой из них, по-вашему, лучше и какой лучше подходит для коктейлей. Но мы их уберем в сторонку. И нам нужно рассудить ананасовый сироп. А тут, я думаю, будет все немного сложнее. Так, то есть вот этот вот долгий метод. Вот этот. Этот с соком просто сделанный. Начнем с долгого метода высасывания. Так, чё это я? Пахнет ананасово. Прям очень-очень ананасово. И на вкус это тоже очень ананасово. В хорошем смысле слова. Если вообще у этого слова может быть плохой смысл. Ну и теперь с соком. Самый быстрый рецепт на сегодня. Так же пахнет ананасом, но как-то не так, что ли, концентрированно. Не знаю. Здесь более ананасовый запах. Хотя, блин, сложно даже отличить, если честно. Ну, разница вроде есть, но на самом деле она не такая большая в запахе. Пробуем. А вот во вкусе, блин, и во вкусе как тяжело отличить. КОНЕЦ. Хм, короче, они чем-то отличаются, но я чё-то как-то не могу понять, чем. И, наверное, это хорошо. Здесь как будто присутствует вот такой вот слегка, что ли, как яблочный вкус. А здесь он строго наносовый. Вот как-то так, наверное, я даже не знаю. Да, здесь вот слегка прям как именно, что ли, наверное, корка вот эта вот анасовая чувствуется. То есть, ну, здесь ничего не горчит, но есть вот что-то такое. Я не могу даже сказать, что он более объёмный, либо интереснее. Он просто слегка другой. Здесь просто ананасовый сок. Короче, я выношу такой вердикт. Оба метода абсолютно рабочие. Соответственно, если вы купили ананас, почистили его, сели мякоть и собираясь выбрасывать всё остальное, то не надо. Вы можете сделать очень клёвый ананасовый сироп. А если вы не хотите покупать ананас и заморачиваться и настаивать всё это там два дня, то вы можете найти свежевыжатый ананасовый сок и сделать вот этот сироп. Вот это вот клёво. Типа, они абсолютно взаимозаменяемы. И это, я считаю, хорошо. То есть, у этих методов есть свои... Как я даже не знаю, сказать... У каждого из них есть своё предназначение. То есть, здесь это безотходное производство, а здесь это просто скорость и простота изготовления. Короче, клёво. Теперь я чётко знаю, что если я хочу ананас, я буду покупать ананас и делать из этого сироп. При этом я поем ананас. Если мне не хочется ананаса, но нужен сироп, то я просто могу купить хороший свежевыжатый сок. Вердикт такой. Каждый из этих сиропов имеет место быть. Но вы обязательно пробуйте и пишите ваше мнение. Что вы думаете, как вы считаете, какой лучше, какой хуже. Если у вас есть рецепты своих сиропов, либо этих же сиропов, то обязательно пишите. Я с удовольствием почитаю. В остальном же всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ещё какие-нибудь комментарии. И ещё обязательно увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok